Всем доброго времени суток! С вами Асина и сегодня мы продолжаем играть в Судейки. Уже за новых персонажей, которых мы знаем по процессу игры, но никогда нам не доводилось поиграть непосредственно за них. Это Буки и Элька. Давайте посмотрим, что они из себя представляют, потому что, честно сказать, я уже плохо помню, что у них прокачано, что не прокачано. Итак, Буки у нас, можно сказать, боец ближнего боя, но который не прочь использовать магию, довольно-таки сильную, довольно-таки хорошую. Для меня это всегда была оптимальная девушка, играбельный персонаж. Мне нравилось за нее играть, это было интересно, это было здорово. Итак, посмотрим. Как всегда, у нее здоровья должно быть побольше, у нее большая мощь, но также распределены навыки на навыки и на дух. Также она знает ветер духа, призывает дух орла, который восстанавливает ОЗ и всех бойцов отряда во время боя, то есть возвращает им жизнь. Чем выше ее дух, тем дольше длится эффект. И Шторм. Буки наносит всем окружающим ее врагам удары, управляйте ей, используя клавиши движения. Чем выше дух, тем больше урон. Если я не ошибаюсь, это замедляется время, и Буки очень странным образом начинает вертеться. Ну, я все вам покажу во время боя. Так, а сейчас посмотрим, что у нас знает и умеет Элька. Ага, Элька у нас также с повышенным здоровьем и с повышенным духом. Хм-хм. Знает он у нас кибернетику, призывает град из взрывающихся зарядов, поражающий противника перед ним. Чем выше дух, тем больше урон. Не любила никогда кибернетику, особо мало ей пользовалась. Плазматика выстреливает мощный заряд энергии, который иссушает всех на своем пути. Чем выше его дух, тем больше повреждений. Вот если я не ошибаюсь, то плазматика весьма неплохая вещь. Так, посмотрим, что у них с оружием. Протонный фазер с силой в 20 и критическим уроном в 5%. Но я обычно пользовалась вот этим вот, у которого очень низкий темп, но большая сила. Так, и посмотрим, что у Буки. Буки, кстати говоря, с оружием. Одна какая-то коломарка. Буки использует когти. И сейчас я буду, наверное, бегать при помощи нее. Буки умеет карабкаться на стены. Трали-вали, трали-вали. Что-то мне это, кстати, очень сильно напоминает. Мы получили благословение. Сфера могущества, повышающая ОАЖ. Я думаю, кстати, что это пригодится Элька. Я бы, конечно, отдала, наверное... Ага, мощь. Мощь мы отдадим Буки. А ОАЖ. Отдадим Элька. Ребят тоже надо развивать. Не все же только Талу и Айлиш. Преуспевать в этом деле. А-а-а! Ненавижу такие моменты, когда я не могу взять нужное лекарство. Хотела сказать, нет, не лекарство, а бутылочку. Что же мне это напоминает? Прям не могу. Что-то, может быть, от Принца Персии немножко. Сим-Сим, откройся! Благодарю. Ладно, будем следовать дальше. Второй этаж будет не менее опасным. И я думаю, что вскоре мы как раз-таки и встретимся с нашими вторыми друзьями, где сможем уже ходить вчетвером. Да-да, ведь основной принцип игры это объединять все усилия всех персонажей. И это есть гуд. Опять нам всякие помидоры дают. Ну, вот и первое сражение. Палата Фресок. Ну, ладно. Хочу побегать при помощи клинков. Ну вот. И сразу же, естественно, зафейлиться. Так, Алиш. О-о-о, Алиш. Буки-буки-буки. Выбиваем наш славный помидор или сливу, я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, что она гораздо быстрее тала. Половчее его. И комбо у нее сильнее. Ну, опять же скажу, это может быть лишь мое мнение. Ветер духа. Сейчас покажу, собственно, как влияет исцеление. Ветер духи направили к нам в этот день. Здравствуйте. Вызывай мне Хейвелл Феникса. И уже можно не стесняться того, что нас ударяют. Ну, не настолько же часто, а, господин паук. Паук. То, что я криворукая, ничего не значит. Многоуважаемый бот. Вы вообще в своем уме? Ну, давайте-ка его подлечим, что ли. Сумасшедший. Мне бы тоже подлечиться. Бумбараж. Ну, не знаю. Я, конечно, все сфейлила. Битва получилась так себе. Могло бы быть и лучше. Действительно, это одни из самых сильных, наверное, воинов в этой игре. А я так некрасиво поступила. Алтарь Мо. И мы приходим в это местечко, где уже были нашими другими персонажами, только шатались внизу. Да. На что я надеялась? Да, особо ни на что. Сейчас покажу, как воюет Элька, потому что не только же мне клинками размахивать. Это прям самый настоящий такой шутер будет. А, кибернетика, плазматика. А-а-а. Ладно, не знаю. Думаешь, что ты везунчик? На самом деле твои шансы равны нулю. Жалко, что только на него потратила, но ладно. А кибернетика у нас как выглядит? Все забыла, все вообще. Ну да, вот эту вот магию я не особенно любила. Уровень поражения очень низкий. И тем более, ладно, это не магия. Иди сюда. Цып-цып-цып. Я клинтис тут нового времени. Жалко, что перезарядка очень низкая, но потом при усовершенствовании все вообще становится супер гуд. Надо сливу съесть. Буки-буки. Буки-буки. А-а-а. Паук уйди от меня. Я вчера смотрела фотографии самых отвратительных насекомых. Весь интернет помониторила по этой теме. И своему другу еще показала медведку. И рассказала страшную историю о том, как в детстве на грядке я ее обнаружила. Меня чуть не стошнило от ее ужасающего вида. К паукам я отношусь очень-очень лояльно, но только не к таким. Мне кажется, если бы я в жизни увидела огромного паука, меня бы упекли в психиатрическую клинику. С широкими поражениями нервной системы. Используйте золотой кристалл, чтобы заправить реактивный ранец Элька. Дочек топлива заполняется при приближении управления полетом действия 1 и клавишами движения. Окей. Буки, можешь не ходить за мной, ты это не умеешь делать. Сейчас я вам покажу, как собственная Элька летает. И, честно сказать, при первом прохождении это единственное, что мне понравилось в Элька. Но, повторюсь, я была не права. Его персонаж очень-очень-очень крут. Да. А я не особенно, потому что я безумно крива. Так, ну здесь есть один большой весомый плюс. То, что мы сможем залезть наверх. Так. Don't panic. Единственное, что он здесь может свалиться. Если им играет такой человек, как я. Так, и... Восточная дверь дракона была открыта. Ну что же, пойдем? Женщина-кошка. Ну, по буке видно то, что... Есть у нее что-то кошачье в натуре. Ммм, целебный бальзам. Думаю, нам стоит немножко восстановить нашу ману. И что эти люди так боялись этих пауков? Мы их вынесли с трех ударов практически. И воинов у них немало. Странно, странно это все. И что же ты мне предоставишь, великий сундук? Какие секреты вскрыты? Сфера силы. Найс. Ну ладно. Не буду оставлять талук. Хочу все съесть сама. На то есть правда весомая причина. И эту весомую причину вы скоро узнаете. О, как же игра изредка подглючивает. Очень долго что-то сохраняет. Очень долго изредка загружает какие-то уровни. Вот такие у нее проблемы. Да, раздражает ли меня это? Ну, частенько бывает подобное. И новый вид врагов. Вы знаете, как раз таки про них. Аклорианцы. Нет, аклорианцы это наши основные враги. Про этих что-то сказывал чувак с синим иракезом. Он говорил, что они рождены светом, но души их наполнены тьмой. И как видите, да, действительно они появляются из света. Добрый день. Вообще, ни по кому не попало. Эй-эй-эй-эй-эй. Стоять, стоять, стоять. Ребятки, не окружай меня. Я хочу сделать много красивых комбо. И как видите, у меня есть, кстати, комбо на нескольких. И это здорово. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Стоять, стоять, стоять. Выпиваем помидор. Ну, ты напросился, честно. Стоять. Так, я вспоминаю комбо сейчас, поэтому я несколько сосредоточена, я извиняюсь. Вот сволочи, они ещё и... Они ещё и исчезать умеют. Получен камень теней. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Что ж ты делаешь-то? Всё? Не всё? Ещё кто-то где-то. А нет. И нам повысили уровень. Ну, чем не прелесть? По-моему, это восхитительно. Так, что у нас здесь ещё есть? Магический сундук? Оо-о-о-о. Чувак. Печаль. У меня, кстати, спрашивали, какой Xbox этого хотела, но это же очевидно, игра старая, естественно, для Xbox 1. Это довольно странный вопрос. Так, заглянем в нашу таблицу навыков и посмотрим, что бы нам улучшить. Я думаю, что на самом деле для Буки сейчас мощь гораздо важнее, повышаю я ей именно это. Элька, иди ко мне. А вот Элька я выучу сейчас нано-прирост. Что это такое, вы узнаете. Это повышает просто мощь, невероятнейшую силищу. Обожаю эту штуку. Без комментариев, как обожаю. Вот, мы нашли новенькие клинки для Буки. Посмотрим, что. Сила у этих 10, но критические 15, а у этих силы 20, но критические 5. Доплевать на критический урон. Смотрите, какие они классные. Оранжевые, такие неоновые. Я бы даже сказала. И я помню, что я в них вставляла очень классные штуки, и после этого они выносили все и вся. Поэтому я с удовольствием похожу именно с ними. Так, сперва Элька переправим на другую сторону. А потом уже займемся Буки. Нет, 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 спрыгивай. Я знаю, что здесь внизу всегда что-нибудь да есть. Вот. Такая терминатор рука вообще. Не помню, расскажут ли здесь по истории, что именно случилась с Элька. Почему у него... Так, целебная мазь. Целебная мазь. Почему у него нету левой руки? Или, может быть, это как-то выясняется из разговоров с его женой. Да, да, Элька женат. Он как бы самый сформировавшийся семьянин из всех наших персонажей. Ну, изредка он, мне кажется, прямо-таки самым взрослым. А изредка кажется самым маленьким. Потому что при всех положительных сторонах прекрасной Буки она изредка творит совершенно непонятные вещи. Видите? Опять целебная мазь. Ну, ладно. Что уж случилось, то случилось. Взять я не смогу. Этой вещи. Ой, ну не говорите, что полностью возвращаться назад. Ладно. Ради... Ради ничего. Ради нескольких сундуков я совершенно... Ха-ха-ха. Совершала непонятные телодвижения. Ну, ладно. Вообще, классная вещица. Не я бы с такой полетала. Так, извините, игра подвисла. Ммм, даже фрапс пришлось перезагружать. Подглючило его что-то? Ладно, бывает. Так. Летим. Как можно быстрее. Ну и все. Теперь осталось переправить буки. Бедняга. Такие звуки непонятные издает, когда лазит. Ну, хотя, если представить, что собственное тело поднимать при помощи вот таких вот клинков, наверное, это тяжеловато. Уху. Дело сделано. Но куда мы открыли дверь, не ясно. Возвращаемся к нашим Талу и Алюш Здравствуй, Тал Где же мы с тобой ходили? Получена шкура Тал, ты не считаешь, что здесь довольно-таки страшно? Повсюду какая-то странная зеленая паутина И мертвые лежат Спаси меня Нет, я не считаю, все нормально Так Здесь, по-моему, нас также будут ждать Расчудесные воины света Души которых полностью черны Ведь это так? А, и не просто так А еще и со своим командиром Добрый день Просто сзади подошел такой Добрый день, здравствуйте Ты не можешь отвергнуть мой исцеляющий поцелуй Так, окей Что бы они там отвергать не хотели Но я хочу, что бы они все встали в круг Да, к великому сожалению Задену не всех Но, пасаран Это было Красиво От счастья А А лишь быстрее А еще быстрее Быстрее Ударил все-таки Гаденыш Так, вот Вот так вот Прощайте Так, ну, а этого Оставим Тау Эй, Айлиш Тут сражение мужчин Отвали, будь добра Хм Даже вспомнила Практически все основные комбо Так, посмотрим, что у нас здесь есть И что нам, собственно, нужно сделать Так, целебная масть Окей Если я не ошибаюсь То здесь где-то есть скрытые объекты Которые видят как раз-таки Айлиш Ладно Тогда просто переключимся Один из четырех хранителей Мо Почитаем их племенем Шадани Кошаки Ну, как известно Мо Это вот Великий кот Статуя Мо Особо много нам ничего здесь не рассказали Да, скрытые объекты Собственно, вот они И внутри находятся и ящики Что сможет перетащить Тал Не помню для каких Для каких целей Но явно Что-то нам здесь нужно будет сделать Нет, а правда Для каких целей Куда что поставить-то надо А, вот В выемке Окей Отойди, женщина Только я умею перетаскивать Все Мне как-то даже жалко паренька стало Блок встал на место Ну, so nice Напоминает мне чем-то вообще вся культура в Шадане Мо Немножечко Ацтеков Майя Или даже инков Не знаю Ну Ладно Объединим все эти три народа В одну историческую коалицию Вот есть какой-то именно такой налет О, благодарю Уровень повышен Уху Так Мы возьмем Немного повысим дух Для Тала А то как-то все печально складывается И повысим мощь Так как со здоровьем Пока вроде бы нормально А вот для Айлиш Угу Повысим мощь на единицу И что бы нам сделать еще Со здоровьем все плохо Я, кстати, повысила здоровье Ей, по-моему, в прошлый раз Но так как у меня Чекпоинт находился совсем в ином месте То мне пришлось переигрывать Так Но на сей раз Я думаю, что я повышу ей Дух Да Уж то-что А мана нужна всегда Плюсы Короче, мана нужна всегда Я потеряла свою мысль У меня такое бывает Довольно-таки часто Как вы уже поняли Ладненько Вообще Все, что будет Предходить дальше Для меня Тьма Плохо помню Палата дракона Но, однако В этой палате Произойдет Одно из самых важных Наверное Событий Добрый день Понятно Пока ничего здесь делать Нам нельзя Печаль, печаль Значит, будем спускаться вниз Почему данные пауки Везде разбрасывают Зеленую паутину Заперто Ах Здесь Старая добрая Загадка С ящика Тоскани Обычно Они не вызывают У меня Особых проблем Но изредка Они начинают Меня напрягать Вообще Самая страшная Игра С ящика Тоскани Для меня Это была Четвертая Лара Крофт Четвертая Как раз таки Ревелэйшнс Не знаю Там меня ящики Банально Вымораживали Вообще В игру я поиграла Уже достаточно поздно Когда существовала И Хрониклс И уже даже вышла Траот The Angel of Darkness Но Четвертую часть Почему-то я поиграла Гораздо позже Выхода Так Выхода Сейчас подождите Я скоординирую Свою мысль Каким образом Мне что надо Перетаскивать Так Они должны быть Расположены Видимо Глазками Все в центр Ладно Сейчас Справимся Надеюсь Вот это вот Только надо Отсюда убрать А А тебя Дорогуша Приставить Поближе Или ты у нас Что Какая-то Левая фигня Да Видимо Левая фигня Так вот В Revelations Загадок с ящиками Было много Реализация их Очень-очень хромала Но для старой игры Естественно Это было Очень даже неплохо Но все-таки Я упустила тот момент Когда игра Вызывала Безумные Безумные восторги Четвертая часть Вообще По приключениям Наверное Самая насыщенная Да Возьмись Схватись Ты уже Баааа Дал Казню Если не будешь Меня слушаться Здесь Ты хоть Протащишь Сим-Сим Откройся Не знаю Что произойдет Но ладно Главное Главное Что нам Показали Тащи И все Что-то будет Что-то нас Пере... Аааа Схватись Умоляю Ах вот что Мы активировали Дракончика Который Собственно Сжег Эту мерзкую Зеленую Паутину Благодарю Эй Девица Синеволосая Пойдем За мной Явно Там что-то Очень важное Нас будет Ждать На самом деле Не будет Очень-очень Серьезным Спойлером Если я вам Скажу Что впереди По-моему Нас ждет Только Самый страшный И ужасный Монстр Из-за которого В храме Развернулась Вся эта Галиматья И об этом Уже Рассказывали Нам жители Шаданиму Что собственно Огромный Паук Их терроризирует Который Занял Храм Моп Детун Тун Тун Вот вы Где Очень рад Снова Видеть вас Взаимно За этой дверью Находится Кристалл Шадани Его охраняет Кхара Королева пауков Старинный Союзник Народа Шадани Порождение Света Свели ее С ума Теперь ее дети Охотятся На нас И она будет Защищать Кристалл До последнего То есть Во всем Виноваты Порождение Света Нет Кхара Такой же Воин Шадани Как и я Она так Долго Жила С нами Что я Не могу Позволить Чтобы она Погибла От рук Чужеземцев Когда с ней Будет Покончено Вы можете Забрать Кристалл И доставить Его в замок Но он Навсегда Останется Собственностью Народа Шадани Ты сошла С ума Буки Мы хотим Помочь тебе Отнеситесь С уважением К моей Вере Я так же Принадлежу К миру Животных Как вы К миру Людей Это наш Путь Гхара Милосердно Падет От моей Руки Да Пребудет С вами Мо Я уважаю Ее за эту Гордость Это очень Красивая Гордость Но То что мы Будем Сражаться В одиночку Довольно Таки Печально И вот Первый Уже Действительно Серьезный Босс Не то Что был Орк В самом Начале Надо Вспоминать Ай 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 Ну вот Хара Упала Нам нужно Загонять Ее В стенку И атаковать Ее И как видите Со здоровьем У этой Красавицы Все В порядке Эй И не смей Кусаться Печаль Не знаю Стоит ли Использовать Ветер Духа Быстро 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 Иди сюда Иди сюда Иди сюда Давай Давай Ах ты Зараза Паука Надо Использовать Тот Удар Который Несколько Раз Атакует Так Все Все До свидания Я больше Не хочу С вами Иметь На таких Дел Раз Раз Смотрите У нее Даже Брюшко Пульсирует Да Какого Ты Лешего Такая Хитрая Иди сюда Иди 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 Раз Два Поехали Вот этот Удар На самом Деле Конечно Рулит А вот Этот Нет Ладно Все 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 Вопрос Нет Кстати Говоря Знаете Раньше Мне казалось Что это Гораздо Сложнее Ну Потому Что Я не знала Тактики И Помирала Здесь Безумное Количество Раз Иди Ко Мне Иди Сюда Хорошая Моя Ха 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 Так Странно Я сейчас По ней Не попадала Все Ладно Уносим Свои Ноги Я думаю Что Кстати Сейчас Будет Последний Наш Можно Сказать Бой У стенки А Иди Сюда Иди Иди Ладно Плевать 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 Все Прощай Получен Свиток Клык Вампира Красиво Она сделана Все таки Была Даже Для тех Лет И вот Он Кристалл Из-за Которого Собственно Все И Развернулось Как Коршуны Налетели Ого Я подумал Что Оно Все Еще Живое Мне кажется Или Эта Земля Трясется А Это Что Такое Неужели Снова Придется Пройти Через Это Уходите Уходите Все Странное что-то Произошло Не так ли А вы Еще кто Господин Ниндзя Странных Персонажей Множится И Странных Ситуаций Множится Потому что Мы попадаем Непонятно Куда Это Поразительно Мы были Там И Теперь Мы Здесь Это Не похоже На Иллюмина Я знаю Где Мы В мире Теней Однажды Муатвил Сюда Моих Предков Чтобы Защитить Во всех Рукофисях Говорить Забы Как Мне повезло Я Папанов Рай Ничего Не могу Сказать По поводу Рая Мне Нужно Это Исследовать Пойдемте Вверх По тропе И посмотрим Куда Она Нас Приведет Итак Мы попадаем В странное Местечко Которое Меньше всего Напоминает Иллюмину Солнечную Да Это какое-то Темное Темное Место Какой-то Темный Темный Мир Что напоминает Он мне Сразу скажу вам Что это Мое самое Любимое Место В игре Оно Безумно Красивое Оно Очень Таинственное С какой-то Невообразимо Тонкой Музыкой Здесь Безумно Атмосферное А напоминает Оно мне Шпиль Из Миста Из 4 Которое Тоже Кстати говоря Revelations Так Мы Взяли Сферу Вы только Посмотрите Какое небо Вы посмотрите Какие странные Деревья Насколько Здесь Передана Передана Атмосфера Этого Кошмара Я не знаю Я начинаю Заболтываться Потому что Мне здесь Нравится Черт возьми Да Мне здесь Нравится Народ Вы можете За мной не бегать По-моему Я иду Да К ящикам К вазочкам Изумрудное Зелье Помидор Апельсин Как видите Эта вещица Довольно полезна И когда На нас Ложится Отравление Замедление Или прочие Отрицательные Эффекты Главное Съесть Апельсин Сливы Помидоры Или же Прочее Нужного Цвета То мы Излечиваемся Открыли Мы Шаданимов В храме Как ни странно Портал Который Нас сюда Перенес Про портал Еще много Можно Чего будет Сказать По поводу Игры В течение Игрового Процесса Ну а сейчас Все что нам Остается Это следовать В неизвестное Следовать Наверх Да Здесь чудесно Здесь очень Красиво И в то же Самое время Безумно Как-то Безумно Страшно Что ли Честно Это Не знаю Во мне Пробуждает большое количество чувств сейчас мы попадаем на такой вот мост мост с призраками которые могут отнимать у нас здоровье да если бежать не там где надо что делаю именно я ладно ребята извините что же друзья мои здесь на сегодня я окончу свой путь и оставлю наших друзей ждать следующей серии большое спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх если вам данное прохождение нравится а я с радостью продолжу свои приключения позже и с вами была осина всем пока пока